ну вот это последний бой серебряной лиги скажем так завершающий поскольку тоже весьма интересный большое количество эсминцев всего лишь один крейсер и один линкор тут как раз насколько помню будет весьма интересный момент со спорной точкой ну и последующие движения к финишу из категории вот прям на спичке на миллиметре победа тут было буквально наверное на волоске конечно количество эсминцев не внушает оптимизма плюс венеция плюс пеллинг начинают думать как же лучше разыграть тут партию вижу что дымой едет непонятно куда я не вижу какого-либо маневра и принимаю решение подкатить на его место укрыться в кармане от торпед на возможную быструю выкатку и чтобы покрыть всю точку радаром то что у меня пеллингуют меня не особо беспокоит я закрыт сковой плюс противник может думать что сюда на обычное место вкатывает дымой пока он разберется может быть уже немного поздно конечно есть шанс что за это даст гад и засветит меня около точки но с другой стороны сделайте нам не тоже ничего не сможет как и я ей ну куда все лучших традициях стада куда один туда и все начинаю потихоньку парковаться в нужное место решаю немного выкатиться и проспамить удобную точку которая является сейловой это перед островочком на 4 5 линии куда удобно закатываться венеция мне тут совсем не нравится поэтому предпочитаю и не светить закатиться в карман но видно внимание ей не понравилось поэтому она решила пойти через дымы вижу что кто-то дерзкий решил вкатить на точку причем без гапа оцениваю расположение союзных кораблей и решаю выкатиться и дать бой тем более она уходит из зоны гапа то есть 6 и 4 километра можно начинать убивать сейчас начнет паниковать от фокуса и это сыграет на руку есть рвс и есть торпеда которые я пустил заранее вот теперь товарищ смоланд он решает что насыпают ему довольно таки много и решает смыться в пролив здравое решение он не стреляет хочет отсветиться и уйти абсолютно верное решение я вижу что дымойн уже вкатывает на свое родное место ямата кушает мою торпедку что тоже замечательно я понимаю что два розника тут не нужны и решаю выкатиться уже на открытую воду дымойн к сожалению тут не очень умный но тем не менее бою нам поможет затащить шинки на второй линии скорее всего занимаются торпедным спамом я кидаю торпед сугубо на разворот венеции если она решит вернуться и забрать точку вижу союзного могадора и надеюсь что он видит торпеды в некоторых случаях тормознутые торпеды это хорошо вообще я не знаю чего ожидал могадор когда его светит эсминец тем более перед венеции вламываться в вилку это просто неправильное решение я решаю продвинуться ближе четвертой линии и попробовать что-нибудь отыграть около их базы так вижу что ямата пушит вниз и решаю не идти в пролив а по возможности встретить его из за острова по f линии Ну, Ямато, нажался торпед, чем избавил меня от определенной головной боли. Я кидаю сугубо торпедный бараш для защиты точки, без какого-либо надежды попасть, и думаю, что мне делать с Ямато. Есть шанс встать дымы и закидать его фугасами, поскольку он тонет. Вот, но не хочется мне, конечно, чтобы наш Магадор разменивался, поэтому просто делаю фраг подсчета. И вот теперь ситуация не сильно хорошая, поскольку на фланге осталось два эсминца на второй линии и на пятой линии еще два. Вот, хотелось бы, конечно, разобраться с Грозовой, но его убивают без меня. И вот теперь дилемма, куда двигаться дальше. Смотрю по пилингу, что, скорее всего, планируется захват нашей базы. Тут у меня была мысль помочь и убить Смоланда, но он был довольно хитрый, плюс его спугнул дымой. Из-за скалы он выходить отказался, а вытаскивать меня на Венецию, но то такое. Поэтому тут я тоже решил не упариваться и отменить атаку. Попытался помочь союзному дымойну, чтобы добили Смоланда, но дымойн уже вкатил за скалу и реализовать этот нюанс не получилось. Предпочитаю не подставляться, тем более рядом Венеция, плюс самолетик. Это крайне неприятно, поэтому начинаю уходить вниз. Ну, как всегда, великие мысли потопленных командиров. Вариантов остается немного. То есть от Венеции у меня есть возможность закрыться островом. Но я понимаю, что, скорее всего, сейчас в меня упорются два эсминца. Драться с ними, конечно, это моя не самая заветная мечта. Но выбора не остается, потому что Венеция пушит. И я хочу как можно быстрее от нее смыться. Вот, получая засвет Югума, принимаю решение об атаке. Поскольку это японец, я должен его убить. Дымы еще пока чуть-чуть не успевают. Тут я сам встаю уже в дымы, поскольку надо защищать базу. Плюс Венеция уже перевела стволы. Просто аккуратно оттащу дымы, поскольку знаю, что, скорее всего, сейчас поедут торпеды. Плюс мне неизвестно, где еще один эсминец. Теперь понимаю, что их, скорее всего, уже два. И надо что-то делать. Радар готов. Можно открывать огонь. Начиная со Смоланда, как самого, скажем так, побитого. Плюс аккуратно отмансует торпеды. И теперь вопрос с Югума. Поскольку торпы, скорее всего, тоже мог прокинуть. Кидаю просто... Просто на царапину. И вот теперь, и вот теперь, тот случай, когда приходится надеяться на не самых умных союзников. Во-первых, на Холланда, который вместо того, чтобы укрыться островочком и тупо выпасть за света, решает пострелять в Венецию, давая лишний шанс плюнуть в себя в ответ. Это просто чудом, что она в него не попала. Теперь, что касаемо Демойна. Демойн, который, во-первых, мало того, что поднимается на Венецию, у которой есть торпеды и бронебойки, так еще ставит очень и очень некорректный угол на проезд пролива, через который она его может увидеть. То есть он просто идет под 90 градусов. И хотя он идет на бронебойках, Венеция оказалась тоже не сильно умной и пыталась долбить его с полубронебоек. И только это дало нам шанс выиграть этот бой. Поскольку, глядя на игру Холланда, потеря Демойна для меня, скорее всего, означало поражение в этом бою. Вот первый засвет. Бронебойки на полубронебойке. Да, урон, конечно, серьезный, но с бронебоек это мог быть ваншот. Вот опять же, казалось, Демойн начал отворачивать, ставить угол. А в итоге, что он делает буквально через несколько секунд? Он опять выставляет ровный борт. Но Венеция продолжает тупить. И нам снова везет. Наконец-то она отъезжает на дно.